Как вновь обрести свободу? Вернуться к себе. Давайте чуть-чуть поглубже. Первая свобода, которую мы с вами обретаем, и даже её не осознаём, я вот как-то тут своему очень близкому человеку обсуждали мы с ним тему и вышли на вот такое, казалось бы, очень простое объяснение, но тем не менее. Для того, чтобы научиться себя уважать, первое, нужно осознать, что мы здесь не просто так появились, а благодаря чему-то, благодаря нашим родителям. Это вторичная история. А первичная история, вот той тайне, вот тому такому интересному невидимому процессу под названием биологическая природа, где соединяются два элемента из тысячи, а то и миллионов. И вот теперь подумайте, пока я вам буду немножко говорить на эту тему, насколько вы уникальны, каждый сидящий перед этим экраном. Насколько нужно было так создать события, чтобы в определённое месте, вместе, в определённое время два человека, которые имеют сейчас для вас такое статусное название ваших родителей, соединились в той или иной квартире, доме, неважно где, в пространстве или вместе, и чтобы в тот самый момент природа, то, что даёт нам жизнь, выбрала именно вас, чтобы вы сейчас жили, ели, пили, разговаривали, решали так или иначе свои какие-то житейские задачки, проблемки. И самое главное, всегда помнили о том, что природа вас выбрала из миллиона, из миллиарда. А теперь, как последствия из этого, просто теперь задумайтесь, неужели вы имеете право не соответствовать тому выбору, который вам предоставила на первом уровне природа. Это свобода природы, наша матушка природы, земля природы, кто как называет, но она выбрала. И вот первая степень свободы, когда вы осознаёте, что вас выбрали, вы пришли сюда не просто так, в любой момент времени, одномоментно. Те или иные два элемента под названием сперматозоид и женская клетка могли не встретиться и вас бы не было. На секунду осознайте, сколько нужно было сил в той природе, чтобы пройти всё и вся и вы появились на этот цель. Вырастить вас это уже родительская история. Они как смогли, а вы как хотите. Второй уровень выбора, когда вы понимаете, что там, где вы жили или живёте, или общаетесь, неплохо, нехорошо, а просто образ жизни, как законодательная база той семьи, из которой вы вышли, она по каким-то причинам вам ведомым только, не особо осознаваемым, это такая ведущая, не всегда можно это выразить словами, но как-то с вами не стыкуются. И наступает второй уровень выбора. Вы принимаете самостоятельное решение, вы слышите и начинаете самостоятельную жизнь. со всеми её плюсами и минусами, как нам кажется, со своими ожиданиями и какими-то эмоциональными переживаниями, нестраданиями, слышите? И когда с первым этапом вы справляетесь и начинается обустройство и уже всё более или менее становится понятно, тогда человек задумается о третьем выборе свободы. Если я справился и смог, если на моём пути встречались достойные люди, которые научили или которые воспитывали, и показывали мне мои слабые места, какую-то необразованность, ленность, страхи, обиды, переживания, страдания, ну всё то, что вот мы тут муссируем, муссируем, все так друг на друга кнопки, у друг у друга кнопочки нажимаем, и тогда наступает третья выбора. Но если я смог, значит, вы знаете, как вы это смогли. И тогда хочется помочь другому. Вот это человеческий уровень, высокий, духовный называется. Те знания, которые вы обрели, идя по собственному выбору и пройдя первые два этапа, у вас возникает потребность отдать, поделиться, рассказать, по крайней мере приложить максимум усилий, чтобы предупредить. Делаем мы по-своему, но это тоже учимся. Так вот, свобода, когда вы точно понимаете, по какой причине или какой зов вы услышали, чтобы сделать тот первый шаг на каждом уровне, а внутри их еще три. И это совсем другая история. Вот тем не менее, когда вы точно можете объяснить, по какой причине вы так решили, с этого момента вы обретаете первый уровень свободы, в вас вложено столько, что ни одна задача, ни одна ситуация, ни одна, как мы называем это проблемка, хотя их нет, поступающая в вашу жизнь, она имеет заведомо внутри себя, если посмотреть под другим углом, уже решение. И вот наша с вами задача научиться видеть эти решения. Вот что такое свобода. Субтитры создавал DimaTorzok